Парни, поздравляю вас с волевой победой. Обыграли Лотцу со счетом 4-3. Расскажите ваши эмоции. По-моему, это было невероятно. Да, это было невероятно. Я думаю, вы можете понять, по-моему, голос, который уже сел. Матч был очень напряженный. Конечно, удалось забить первым, но потом пропустили. И хотя бы отыгрались. И все, выиграли. Али, есть что добавить? Команда Лотца очень хорошо в защите обыграла. Было тяжело вскрыть, но индивидуально мы смогли как-то их раскачать и забить свои голы. Я очень рад, что мы вышли дальше, потому что задачу мы уже выполнили. Мы планировали из группы хотя бы выйти. Тут мы уже в 1-8, но будем дальше пытаться побеждать. Это крик и крейти. Ваня, расскажите, как-то особенно настраивались на Лотце? Ведь она в самом последнем туре только вышла в следующую стадию. Нет, особого такого ничего настроя не было. Просто выходили на матч, как на обычный. И понимали, ну, не следили за этой командой. Но соперникам большое спасибо за игру, за их выдержку. И просто большое спасибо за перечный матч. Расскажи на личный пример, каково это наблюдать со скамейки и нельзя никак повлиять на исход встречи? Каково это? Это очень трудно, потому что ты понимаешь, ты можешь только подсказать, где тебе открыть игрока, где закрыть, чтобы не прошла контратака. Ну, я считаю, что у нас получилось это. Ваня, как думаете, с такой игрой в 1-8 будет намного сложнее? Посмотрим, кто у нас из соперников будет. Если волна, то у них и состав посильнее, и просто банки. Банка побольше, да, размер. Ну, в волну мы попадем только в 1-4, если увидим. А так у нас дальше в вышка или в меда. Ну, с вышкой мы играли во второй лиге. Мы знакомы с командой. В меда будет что-то новик. Но медицинская команда очень хорошая, если игра. Первый мед, например. Если я хорошо играю. Но будет только тяжелее дальше. Продолжение следует...